Евгений Николаевич, где-то в середине 60-х у подъемного была работа, в которой он вычислял функции Грина для уравнения с одной дробной производной, с двумя дробными производными, с тремя дробными производными и выражал решение через метаглера однопараметрического, двухпараметрической, трехпараметрической функции. Вы не сопоставили ваши результаты с его результатами? Спасибо за это. Это 96-й год, что-то вот такое. Я не знаю этой работой Погубина, и у меня есть только его монография. Там и этого нет. Но то, что у него могла быть статья на эту тему, где он использовал функцию Кирилла Сосайка, публикация это 95-го года, так что в 96-м и позже он действительно мог использоваться вообще на трехпараметрическую функцию. Ее используют. Она появилась в одной из недавних работ. Репина, например. И еще один вопрос. Вот здесь. То свойство, которое вы здесь написали, увеличение вот этого параметра или уменьшение этого параметра, оно скорее характерно для степенной функции, чем для экспоненциальной функции. Поэтому, если уж называть это обобщением чего-то, то я бы, наверное, назвал обобщенная степенная функция, потому что именно при дифференцировании этой функции параметра показатель или увеличивается, или уменьшается в зависимости от того, дифференцируете или интегрируете. Отвечаю. Я ее назвал обобщенной дробной степенциальной функцией, абсолютно не меняя терминологии, в точную точку, как это сделала Виктория Адамна Нахушева. С той же разницы. Когда мю совпадает с альфой, я пишу в смысле В? А? Нахушева. А в противном случае я просто молча пишу свою экспоненту и иногда добавляю слово. Двупараметрическая обобщенная дробная степенциальная функция. Я вам скажу, там, ведь на самом деле, на этом дело не становится. В работе с Кишаревым мы же услышали, мы же обобщили на энергоэлектрическом дробной специальной функции. Когда Альф является мульти-индексом. Теперь каждый из них специальное название придумывает. Совершенно верно. Энкратный ряд. Учёсываю. Энкратный ряд. Пожалуйста. Куда деваться? Давайте ещё раз поблагодарим.